Рье, смотри, это Дворим, вторая закона, 11 глава с 26 стиха по 16 главу, 17 стих. И Гавтора Исаия, 54 глава с 11 стиха по 55 главу, 5 стих. Рье, анахи, натен лефанехи, гайом браха у калела. Смотри, я дал тебе сегодня что? Благословение и калела, проклятие, да? Значит, Благословение, если тишму, видите, от слова шма, будешь соблюдать, митсвоты, заповеди Бога твоего, да, которые я тебе что? Митсаву, эт хэм айом, митсаву, заповедовал вам сегодня. И мы говорили, что цав, да, заповедую. И заповедь это что? Это митсва не просто какое-то предложение, ну вот тебе будет хорошо, можешь это делать, а это приказ, делай, да, делай, 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 чтоб тебе было хорошо. Что? Не будешь делать, пойдешь на гавтвахту. Так? То есть, все правила Божьи, это как что? Как устав военной службы, да? Как устав военной службы. Все эти приказы, значит, не просто там, хочешь соблюдай, хочешь не соблюдай. Но если ты военный, и ты не будешь соблюдать, то что будет? Наказание, да? Вплоть до расстрела. В зависимости от того, какие ты будешь нарушать правила, правда? Хорошо. Поэтому здесь очень важно, здесь говорится о выборе, о выборе, который мы делаем. Бог, он не заставляет нас что-либо делать, да? Все во власти Бога, кроме страха Божьего. Но страх Божий, уважение, значит, почтение к Богу, да? Это не боязнь Бога, как какого-то, который наказывает нас. Но это уважение и почтение как отцу. И здесь говорится о благословениях и проклятиях, которые будут прочитаны на горах Эеваль и Горизим. Есть такие две горы в районе Израиля. Там, где переходили евреи, да? Через Иордан. И вот там эти две горы стоят. Перед переходом через Иордан, они должны были сделать что? Торжественную клятву. Вот как в армии присяга. И клятва должна быть особенным образом. Шесть колен. Шесть племен располагались на одной горе. Шесть племен на другой горе. А племя левитов располагалось между ними. И одни читали благословения, да? И все говорили проклято. Или там благословен, благословен, благословен. Все кричали. А в другой, кричали, в другой горе проклятие, да? Проклят тот, кто делает там то-то, то-то. Проклят тот, кто делает то-то, то-то. И сейчас, говорят, эти две горы даже отличаются в физическом смысле, в прямом, друг от друга. И поэтому здесь говорится о том, что необходимо прочесть на горах Горизим и Эйваль. И также законы и положения, которые нужно беречь и соблюдать. И говорится о, опять, городах, о ложных пророках, повторение законов Кашрута, законы Второй Десятины, законы Седьмого Года, заповеди помогать бедным, законы о еврейских рабах, опять повторяется, и о посвящении Всевышнего Первенца от скота, а также о праздниках еврейских, Песах, Шавот и Сукот. И эта глава, Рье, содержит 54 заповеди. 54 заповеди. Причем они очень важные. Заповеди такие, как уничтожить всех идолов, принести жертвы только в храме, не подражать обрядам язычников, не есть маосер Шени вне Иерусалима, не требовать возвращения долгов по истечении года Шмита. И также говорит о кошерности тех животных, которые разрешены и запрещены пищу, о требованиях резать скот по определенным правилам и строго соблюдать законы чистой, нечистой пищи. Я еще раз говорю, кошерная, это не значит чистая, хотя переведено так. Это что означает? Связанная, пригодная. Треф означает разорвать. Разорвать, то есть то, что непригодно. И даже среди заповедей содержится в этой главе такой приказ, не допускать, чтобы люди, живущие с нами, бедствовали. То есть мы должны поддерживать их так, как можем. Так, как можем. И мы говорили, что не подорожать идолопоклонникам. Лжепророк, ослоняющий народ к идолопоклонству и отходов от законы Тора, следовало предавать смерти. И всякий, кто вовлекает других в идолопоклонство, должен был предан смерти. А если в городе уже было много идолопоклонников, то город идолопоклонников нужно было разрушить до основания. И даже такие, казалось бы, странные нам вещи, да, в внешнем виде. Не делать надрезы на коже. Нельзя выбривать волосы в голове в знак траура. Почему? Потому что так делали язычники. Так делали язычники. Говорится о плодах Торой Десятины, которые должны быть съедены в избранном месте в Иерусалиме. А если их количество слишком велико, чтобы переносить, их нужно было обменять на деньги и на них купить пищу. И где, как эти праздники, три праздника, которые каждый должен был посетить Иерусалим? Шалош, Регалим, да, это Песах, Шавот и Сукот. Хорошо. И вот такое важное значение. Место. Место можете сделать подголовок, да? Здесь не говорится именно на Святой Горе или на какой-то другой Горе. На месте, которое что? Изберет Господь. Место, которое изберет Господь. Мы не можем совершать богослужение везде, в каком хотим месте. А в месте, которое изберет для нас Господь. И храм, он служил, чего? Целью единения всего народа, да? Естественно, народ был и в синагогах, и считали Тору, и осуществляли там различные заповеди, обрезания и так далее. Но если происходили серьезные какие-то вещи, да? Вот если грех, нельзя было зарезать возле синагоги там козлика, побрызгать равенную там кровью и сказать, что все в порядке. Правда? Но нужно было только определенное место. И это показывает, вот для каждого из нас, место это что? Это община. Община, да? То есть мы каждый из нас молимся и определяем определенное служение. И милость раздаем, так и так далее. И оказываем людям различные услуги, помогаемые и так далее. Но служение должно быть общим для всей данной общины. Правда? И если в какой-то общине начинает разделяться, вот давайте там мы будем делать молодежные служения в одном месте, да? А служение там для пенсионеров это будет в другом месте и так далее. Могут эти служения как оказание милости Божьей. Но нельзя делать отдельно церковь для пенсионеров, отдельно церковь для малолеток или отдельно церковь для каких-то категорий людей. Согласны? То есть церковь должна быть единая. И всякое разделение есть нарушение этого принципа единства. То есть это применение данного принципа Хторе к нашей жизни. Единый Бог, да? Несмотря на самые разнообразные формы, которые воплощает Своя Сила. Единый народ, несмотря что в его жилах течет кровь всех народов мира, наполняющей еврейские ряды. Единая Тора, неизменная во все времена и при любых обстоятельствах. И единая земля, эрец Исраэль. Вот такие принципы. И заповедь. Остерегайся. Не приноси жертв все сожжения твоего в любом месте, которое увидишь. А только на месте, которое изберет Бог. Там приноси, да, в уделе одного из колен твоих, то есть в одном месте, которое будет принадлежать какому-либо колену. А где находится святая гора в уделе какого колена? Игуда, да? Да. И там приноси жертвы все сожжения твои. И там делай все, что я заповедую тебе. Итак, святое место. Да, помните. Скиния 39 лет скиталась с евреев в пустыне. Затем она находилась в Гилгале. Гилгале 14 лет. Потом ее привезли в Шило. Шило. Скиния находилась 369 лет. Затем она была перевезена в город Нов. И там находилась 13 лет. Потом в городе Гивон. Гивон. 44 года. И после этого на горе Море, да, был отстроен Иерусалимский храм, который простоял 410 лет. И после его разрушения второй храм, который просуществовал 420 лет. Ну, и как промежуточное, пока храма не было, да, на Сионе находилась какая скиния? Скиния Давида, да? Скиния Давида. Хорошо. Итак, святое прорушение на горе Море, иногда ее еще называют гора Сион. Хотя географически Сион немножко отличается от Святой горы. Но такое вот привыкли говорить Сион, 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 да? Алла Тишали, Лишон Асираги. То есть Сион, это есть гора Сион, не путайте с горой Синай, да? Это центр туда, где все находятся. Действительно, это храмовая гора. Есть и гора Сион, но так вот по традиции мы говорим. Хорошо. Итак, избрал Господь Сион и вожелал его обитель в себе. Псалом 132, дробь 13 говорит. Вот место покоя моего в веке я буду обитать здесь, почему я вожелал его. То есть традиционно в храмовой горе призывается и имя соседствующей с ней горы Сион. Это вы отметили. Потому что из Сиона, да, выйдет Тара, да? От Сиона совершенство красноты явился Бог. Тегелим, Псалмы, 50, дробь 2. Значит, русский там может быть на одну или на больше, или на больше. Хорошо. И храм был прообраз мироздания и назван вратами небес. Потому что божественный свет исходит из гордьего мира в долине, то есть нижней, и наполняет храм. А из храма распространяется по всей земле. Вот что сообщает о горе моря Рамбам. Предание говорит, что место, где построили жертвенник Давид и Шлома, это место, где построил жертвенник и принес жертву Ицака Авраам. А также там построил жертвенник Ноах, выйдя из Ковчега. Там же принесли жертву Каин и Авель, и на этом же месте принес жертву Адам. Так ли это или нет, мы не знаем, да? Но есть интересно, что на храмовой горе так называемый Эвенштия, значит, камень основания или фундамента, да? И на этом камне сейчас построена мечеть, да? Которая называется мечеть камня, да? Называется Аль-Акса. И согласно преданию, с этого камня стартовал в небо первый арабский космонавт Мохаммед. И есть заповедь, да? Жить в земле Израиля. Значит, есть заповедь жить в земле Израиля. Потому что земля Израиля – это та, которую дал нам Господь. То есть, всегда, конечно, и даже когда Машиах придет, будут евреи вне земли Израиля, да? Но они не будут так, как сейчас, вынуждены жить по каким-то экономическим или другим причинам вне земли Израиля. Вот, любой, кто может, будет жить, кто захочет, да? Любой, кто захочет, будет жить. И Галу таким образом закончится. Может быть, кто-то не захочет и будет жить вне Израиля. Но это его личное дело. И не говорится про Германию, не говорится про Соединенные Штаты Америки, правда? А только говорится об Израиле. И в Второзаконии 11, дробь 31, говорит так. «И землю, которую Господь Бог ваш дает вам, овладейте ею и заселите, чтобы правильно осуществлять все законы, которые даны вам сегодня». То есть, отметьте, это имеет два аспекта. Первое, что нужно, заселить землю. Второе, овладеть ею. Были случаи, когда евреи жили в Израиле, но не владели землей Израиля. Правда? Поэтому здесь говорится не только о заселении страны, но также о власти над ней. Мы часто говорим о заповеди «Жить в стране Израиля», но здесь одна заповедь, она имеет двойственное заселение страны, и власть над ней является неразделимыми частями одной заповеди. И здесь не говорится о каком-то мандате, допустим, ООН, или о какой-то другой власти, да? А только власть кого? Израиля, да? В Израиле должна быть власть Израиля. И опять-таки, никогда Тора не говорит о разделении Израиля или каких-либо автономий. Хорошо. И проживание в Израиле – это не только средство правильно построить свою жизнь. Интересно, что в Израиле, вы знаете, все напоминает о Боге. Моши и Даяна читали, значит, там по земле Израиля, из Библии, по-моему, так. Он изучал, да, брал и Библию, и изучал все места Израиля. И вы знаете, что даже в генеральных штаб проводятся, когда свои учения, они берут Тору, да, и изучают те войны, которые происходили в тех местах когда-то, да. Это были удивительные вещи. Но это, например, значит, в 1918 году, когда английские войска воевали в Израиле против турецких войск, оказалось, что на одной из воспутствующих высот скопилась большая группа турок. Надо было уничтожить. Взять в лоб эту сильно укрепленную крепость, как перекоп, не было никакой возможности. И тогда генерал Сомерсет, который руководил как раз войсками в Израиле, он был верующий человек, и вот он взял Библию и ночью читал Библию. И он увидел, что Давид с оруженосцем, да, прошли через какую-то тропу и ударили в тыл филистимлянами. Филистимляне испугались, да, и убежали. И что самое удивительное, там было описание такой скалы и другой скалы, да, и он прошел и нашел этот проход, и там ввел небольшую часть, да, и когда турки увидели, что в этом месте появились англичане, они сразу сдались. То есть удивительные вещи, да, происходят в Израиле. И я вам скажу, когда в Израиле человек, он постоянно вспоминает о Ишуа, если вы в Иерусалиме, да, вот гора, гора Олив, и все это мы видим реально. И совершенно другая атмосфера, и совершенно другой климат. Ну, конечно, для неверующего человека это все равно, правда? Но для верующего человека пребывание в Израиле – это нечто особое. И поэтому проживание в Израиле – это средство правильно построить свою жизнь. Ну, и ключевое слово, конечно, этой главы – смотри, да, смотри. Я даю тебе выбор, благословение, проклятие, браха у калила, да, или то, или другое. Вот, Шлома Бенесхак, величайший комментатор горы, Эготор и Талмуда в XI веке во Франции жил, говорил, евреи колено леви стояли между двумя горами. При этом шесть колен расположились на горе Горезим, а шесть других стояли на горе Гайваль. Левиты повернулись лицом в горе Горезим и произнесили 11 благословений. Потом повернулись в горе Гайваль и произнеси 11 проклятой. Горезим, Гарезим – это гора семечек. Там, наверное, семечки лузгали. Евреев, вот оно так называется. А Гайваль – это слово «Ой, Гайвальт», да? Гайвальт, знаете такое выражение? Когда евреи плохо говорят «Ой, Гайвальт». Да. И вот спустя три с половиной тысячи лет те, кто посещает Израиль, бывают поражены контрастом. Горезим – вся в зелени, а Гайваль – это бесплодный камень. И причем наиболее контрастный внутренний, обращенный к друг другу склоны. Цветущий и совершенно голый. Так в природе не бывает. Знаете, что в середине бывает где-то нечто среднее, правда? А оказалось, что этот контраст особенно… И поэтому, если кто в Израиле, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. И это для нас такой очень показатель. Вот в одной и той же географической точке, в одинаковых природных условиях, и не просто разные, а противоположные результаты. И даже ученые не могли обнаружить естественные причины, обнесящие этот феномен. Это вот как показывает нам, что если какое-то место благословенно, да, то благословение удерживается сотни лет, и даже тысячи лет, как мы видим. Если какое-то место проклятое, то что проклятие? Тоже удерживается много лет. Мы можем проклятие превратить в благословение, но для этого нужна молитва, правда? Для этого нужна молитва, и для этого нужно отказаться от каких-то вещей. Вот сейчас, к сожалению, Украина, вот все-таки, видите, все равно проклятие есть, да? Нет у нас нормального здравственности. Если мы забираем налог, какой-то, значит, вообще забираем, мало, если собираем этот налог, все растранжирят, да? И не остается ни на медицинскую помощь, ни на пенсии, ни на что-то другое. Если собираем урожай, если большой урожай, то это тоже катастрофа, правда? Потому что мы не можем его собрать. И поэтому нужно обязательно благословение нашей земле, потому что Украина – это страна антисемитизма, она традиционная страна антисемитизма. Мы говорили, что это первая страна в мире, которая приняла закон об изнании евреев. А уже Англия, Франция и Испания идут потом, да? Киеве. Видите, я тоже прочел интересное такое мнение киевских ученых, может быть, это реально, что поляне – это не славяне, да? Поляне – это евреи. То есть, с поля, да? Кто? Хазары. Поляне – это евреи. С поля пришедшие хазары, и они построили Киев. Что интересно, что после, если летописи до принятия христианства Киевской Руси, везде упоминается поляне. А после принятия христианства в Киеве появляются жиды, но исчезают поляне. Интересно, да? И после того, как в 1113 году из Киева были изгнаны все евреи, Киев постепенно приходил в запустение, начались, как мы знаем, войны междоусобные, и что? В конечном счете Киев был взят. Что самое интересное? В Киеве было много ворот. И все эти ворота были взяты татарами. За исключением одних ворот, которые назывались жидовскими. Жидовские ворота устояли. Тоже символично. Так что нам надо молиться за нашу страну. Да, одни ворота были жидовскими, и жидовские ворота как раз устояли. Хорошо. А колено леви находилось посередине, потому что они божьи посредники. Они посередине. Их функция предупреждать и ограждать. Еще говорят, что среди шести колен те, которые произнесли проклятие, это были те колена, которые не от законных жен, помните, от наложниц. А те, которые от законных жен, те стояли на горе благословения. И видите, когда мы говорили, да, колелот проклятие, это какое проклятие? От слова коль. Коль – голос, через куф. Через куф. Это те, которые произнесены голосом. Есть проклятие. Различные слова для слова проклятие, да. И когда вот говорится о Ишуа, проклят, висящий на дереве, о чем говорится? Вот это слово. Калаль. Калаль. То есть голос, произнесенный голос. Калалет – это буквально даже, как сказать, голосочек такой, голосок можно привести, да. Хорошо. Итак, мы можем иметь благословение, да. Мы можем иметь проклятие. И какие же проклятия существуют? Какие же проклятия существуют? И из-за чего они возникают? Ну, давайте запишем. Первая разновидность проклятий, которые мы можем видеть в Танахе и в Новом Завете, это проклятие вследствие непослушания закону Божьему. Ну, например, нарушение десяти заповедей. И фактически все последующие заповеди – это что? Есть комментарии десяти заповедей. Правда? И есть три особых заповеди. Вот я верю, что когда Петр говорил, что какие-то вещи велики к смерти, упоминается третье заповеде. И эти – проклятие вследствие непослушания. Непослушание закону Божьего, да. Непослушание, как мы говорим, пэша, бунт, да. Бунт против Бога. Значит, вследствие непослушания, да, непослушание Божьему закону. Хорошо. И об этом говорится в Второзаконе, 11 глава, 26-27 стих. Второе. Проклятие обиженных. Пример. Все злодеяния жителей Сихемских обратил Бог на голову их и постигло их проклятие Иофама, сына Иераваалова. Это судей 9, дробь 57. Проклятие обиженных. Правда, если мы кого-то обижаем, то что? Мы попадаем под проклятие, да. Прямо автоматически. Мы можем выполнять все заповеди Торы, но кого-то взять и обидеть, оскорбить, да. Ну, если мы все заповеди Торы будем выполнять, то, конечно, есть заповедь не злословить, но может такое случиться с нами. И это проклятие обиженных, оно очень серьезное. Третья разновидность проклятия, это проклятие родителей. Да? Проклятие родителей. Проклятие родителей. Если родители имеют духовную власть, да, вот Бытие 27, 12, 13, мать его сказала ему, «На мне пусть будет проклятие, сын мой, только послушай все слои моих, пойди и принеси мне». Хорошо. Третья, четвертая уже форма проклятия. Смех. Смех над подвергнувшись суду Бога или людей. Смех, насмешка, да, над подвергнувшись суду Бога или людей. Если кто-то страдает, и мы начали говорить, так ему и надо, вот тебя, даже вот такое, тебя Бог накажет, это, знаете, тоже проклятие, да, когда мы говорим. Значит, «Да, радовался ли я погибели врага моего, и торжествовало ли, когда несчастье постигало его? Не позволял я устам моим грешить проклятием души его». Это Иов, 31 глава, 29, 30. Итак, следующий мы говорим, проклятие – это суд, смех над подвергнувшись Божьему суду. Так, еще одно. Незаслуженное, незаслуженное проклятие. Незаслуженное проклятие. Как воробей спорхнет, как ласточка улетит, так незаслуженное проклятие не сбудется. Ну, не будьте слишком горды. Если мы не заслуживаем в одном, то мы заслуживаем в другом. Правда? Нет людей, которые бы абсолютно такие были. Есть незаслуженные, но кто-то действительно вас из-за веры в Бога, да, будет проклядать, или из-за чего-то. Это понятно. Ну, там всякие цыганки на базаре и так далее. Но если вы кому-то сделали, не дай Бог, что-то плохое, то это заслуженное. Правда? Хорошо. Ну, в принципе, любой человек и есть за что его, как говорится, наказать. Но, такое, это притча 26, дробь 2. Незаслуженное проклятие. Еще злой глаз. Это мы можем в Новом Завете найти и в Танахе Айнгара, да, и в Новом Завете Марка 7, дробь 21. Изнутри и сердца человеческого исходят злые помыслы при любодеянии, любодеянии и убийстве. Если мы это говорим в еврейском контексте, то на юрите текст говорит не о злых помыслах, а о завистливом и злом глазе. Ну, есть такое выражение, да, сглазили. То есть злой глаз, он может сглазить, да, завистливый и злой глаз. Изнутри и сердца человеческого исходят злые помыслы, это значит в контексте иврита, говорится о завистливом и злом глазе. Следующее проклятие. Жизнь в среде неправильного общества. Жизнь в среде неправильного общества. Ну, конечно, бывает, что мы вынуждены находиться в таком обществе, там, в тюрьме каком-то или в каком-то месте или на какой-то работе, которую мы не можем поменять. Правда? Но кто имел такое проклятие из-за жизни в неправильном обществе? Лот. Хотя он был правильник, да, но мучился. И мы видели, что у него был шанс покаяться и прийти к Аврааму, и жить с Авраамом, но он вернулся обратно. В результате все это проклятие над ним сбылось. Он потерял все, что имел, потерял семью и практически даже согрешил со своими дочерьми, да. Ну, пусть хорошо, не преднамеренно, но вопрос, зачем же он напивался тогда? Правда? Вот. То есть, еще одно проклятие, это жизнь, да, в среде неправильного общества. Следующее, там, по номеру, смотрите. Лень, лень, а значит, что лень, это тоже проклятие? И бывает наследственная лень, как наследственное проклятие над людьми, да? Лень, ленивец зимой не пашет, поищет летом, и нет ничего. К сожалению, над нашей страной, как Украина в целом, тоже такое проклятие висит. Правда? Лень поражает целые слои общества. Лень, апатия, нежелание жить, нежелание действовать, она пронизывает буквально всю структуру общества. Как работает проклятие? Это я вам беру из Дерека Принца, так тоже, если вы заметили некоторые вещи. Есть книга благословения и проклятие, да? Итак, проклятие, подобные тучки над головой, которая сначала, как бы незаметна, но, уверенно, отравляет жизнь. Человек лишается радости, многие вещи, начинает его раздражать. Некоторые начинают чувствовать в себе боли, которые могут перерасти в болезни. Помните, мы рассказывали, что от разных видов грехов, да? В Старе, в Тори Кират, возникают даже определенные виды болезни. Одни от зависти, другие от жадности и так далее. И начинается скандальная ситуация в доме, распад семьи, странное поведение детей, финансовые проблемы на ровном месте и так далее. И все это может выражаться в различных степенях в зависимости от того, под что попал человек. Также не следует однозначно все переводить в проклятие и каждую ситуацию рассмотреть как какое-то проклятие против тебя. Потому что есть вещи, когда Бог наказывает. Я вам говорю всегда, если Бог вас наказывает, то вы всегда имеете в себе, может, не каждый хочет себе это услышать, понимание, за что Бог наказывает. Бог никогда не наказывает так. Вы же не бьете ребенка просто так, вот пришли с работы и помнили его. Да? Вы всегда говорите, вот не делай этого, не делай этого. То есть, Бог никогда не наказывает так, чтобы вы не могли понять это. Но, может быть, это как испытание. Для чего? Для того, чтобы мы возрастали. Правда? И это хорошо. Может быть, Бог посылает какие-то наказания для того, чтобы мы не совершали каких-то определенных грехов. Да. Страдающий плоти перестает грешить. Помните, я вам рассказывал пример об одном мальчике, который пришел с армии, да, и был слепой. Мать молилась о том, чтобы он был зрячий, ведь церковь молилась об этом. Лучше бы они молились о его спасении. Может быть, если бы он пришел к Богу, да, принял Иисуа, а потом бы прозрел, все было бы совершенно по-другому. А так церковь молилась, она беса слепоты изгнала из него, и пришли еще много разных других бесов. Правда? То есть, это очень серьезно. Хорошо. Значит, Бог не мстительный, старикашка, на облаке стремящийся доказать нас. Всякий совершающий грех сознательно переходит с горы благословения на гору проклятия. И Рав Шавуль говорит о законе любви и законе смерти, действующем каждого из нас. То есть, восстановление и проклятие, оно идет как бы изнутри каждого из нас, да? Или закон любви, или закон смерти. И мы совершенно вольны принимать это. Также еще проклятие может быть от чего? О непрощении. От непрощения. А? Какое место? А, лень. Сейчас, это из притч. Ну, посмотрите, у меня тут нет цифры. Посмотрите, там в притчах есть о лени. Хорошо, следующая разновидность проклятия это непрощение. Вы понимаете, пусть даже мы не виноваты. Нас обидели. Но мы человека не простили. Он, допустим, приходит и говорит, прости меня. Нет, я тебя не могу простить. И это тут же сразу, что на нас проклятие на нас работает. То есть, непрощение. Ну, и пример это Матфея, 18 глава, 27-35. Помните, мы говорили об одном человеке, которого Бог простил, да? Не Бог, то есть хозяин простил там большой долг, а тот не простил своему товарищу, да? И поэтому сам контракт Божий, да, он и благословение, и проклятие. То есть, есть штрафные санкции. Есть не только благословение, мы любим говорить об ословениях, да? Но есть штрафные санкции в случае несоблюдения контракта Божьего. Правда? Вот. Хорошо. Хорошо. И мы говорили, что результат разрушения первого храма и рассеяния наступил в результате отхода от первой заповеди, от поклонения идолам. Храм тогда стоял, и в нем была шехина и божественное присутствие, а народ продавал свое сердце идолам. В результате шехина ушла, и храм без Божьего присутствия потерял ценность и был разрушен. И народ ушел в голубь рассеяние. Второй храм, он там был без некоторых вещей. Правда? Но Божье присутствие все-таки было в втором храме. И про второй храм интересно, что сказано. Слава второго храма выше первого. Почему? Ишуа, да? Ишуа был в этом храме. Ишуа приходил в этот храм. Ишуа проповедовал в этом храме, да? И славы его больше. И есть еще третий храм. Ну, третий храм, конечно, ждут многие евреи ждут ВК восстановления в таком виде, как они предполагают. И, возможно, такое будет. Потому что у пророка языки Еле и Хескеля мы видим описание храма. И оно не совпадает в деталях с первым и не совпадает в деталях со вторым храмом. Но вообще, я думаю, что третий храм это мы, да? И кто разрушит третий, кто разрушит храм, тот, что попадает под проклятие. Что это означает? Кто разрушит храм, это разрушает себя, свое здоровье, да? Есть запрет курить? Нет, да? Нет. Но если мы курим, мы разрешаем здоровье свое. Вот. Есть запрет против небольшого потребления алкоголя. Нет. Но если мы пьянствуем, мы разрушаем что? Свое здоровье. То есть, всякое, что начинает нам овладевать. А если человек каким-то хобби увлекается, там, собирает что-то, или его хобби это машина, яхта, или семья, да? Он тоже вместо храма Божьего, да, всю свою жизнь, все свое здоровье он отдает этому. Он разрушает свой храм внутренний? Потому что тот, кто не созидает, не строит, тот разрушает. И в нас живет Господь, да? Вы знаете, он у нас будет жить до самого смерти нашей. А ему будет тяжело нас жить. Согласны? очень тяжело. Ну, есть такие случаи, когда Бог вообще оставляет человека, но это редко бывает. Вообще, говорят, что Бог забирает этих людей, эти люди умирают не вследствие болезни, не вследствие старости, да? Бывает иногда, вот, у одного пастора моей церкви, который, сын, ну, это около 30 лет, заснул ночью и не проснулся. причины не знают, да? Бог знает, кого забрать. И видите, Бог забирает готовых людей. Даже если какой-то страшный преступник, а мы видим, что он живет. Вот в том фильме, помните, где ангелы в Киеве, да? Там маньяк, но Бог не говорил его убивать. Почему? Потому что пока есть шанс у человека покаяться, да? Бог его оставляет. Либо Бог забирает человека, когда он может на вершине своей высшей точки, да? И следующее, если он будет продолжать жизнь, он, может быть, падет, как с Хискияху было, Езеки, да? Либо он забирает человека, который, он уже точно Бог знает, что никогда не покаяться, да? Потому что желание Бога всегда, чтобы мы были спасены. А если человек сам самовольно решает решить себя жизнью, разрушает он свой храм, и это одно из самых страшных вещей, потому что в убийстве другого человека еще человек может покаяться. В убийстве самого себя нет. Безусловно. И еще, когда говорится о проклятии разрушения храма, это если мы разрушаем церковь или общину, да? в которой мы находимся. Мы можем быть не согласны с определенными вещами, но если мы сеем раздор и разрушение, то что мы попадаем? Под проклятие. Каковы пути избавления от проклятия? Ну, прежде всего, для того, чтобы получить спасение, нужно понимать, что тебе одно нужно, правда? Поэтому, прежде всего, осознание того, что ты в проблеме. За этим дело обычно не стоит, но часто некоторые повторяющиеся проблемы не кажутся человеку проклятием. Второе, это искреннее исповедание перед Богом своих грехов. И зачастую, вот тут вопрос, когда проклятие идет, нужно исповедовать не только свои грехи, но и грехи своих предков. Кому мы видим пример? Пример пророка Даниила. Он исповедовал не только свои грехи, но и своих предков. Повлияем ли мы на спасение предков, если будем молиться за них? Я, честно говорю, не знаю. Бог милостив, но, по крайней мере, в Торе об этом указания нет. Но если мы за грехи своих предков каемся, мы можем каяться за то, чем мы невиновны? Можем. А вот если мы думаем, что мы невиновны, поэтому мы не будем каяться, это и есть проявление гордыни нашей. Потому что последствия греха наших предков, они идут на нас. Они идут на нас, поэтому все равно нам надо каяться. Хорошо. Дальше что у нас? Жертвоприношение. Жертвоприношение и кровь очищает грешника. В храме на Йом-Кипур приносили жертву ягненка. Вы помните, сегодня храма нет, но жертва у нас слава Богу есть. Это не жертва, которую сделают в синагоге типа Капород. И потом, после того, как мы грехи вращены, мы должны укрепляться в вере и благодарить Господа. Если мы неблагодарны Господу, мы опять можем попасть под проклятие. Ну и вести нормальный образ жизни. Например, у человека есть язва желудка, и Бог его чудесным образом исцелел от этого, нужно ли ему есть все подряд? Правда? То есть, нужно вести соответствующий образ жизни. Хорошо. Делаем перерыв. Субтитры создавал DimaTorzok